Это серия уроков об ударе справа со скока. Она для тех, кто уже умеет играть, но испытывает какие-либо проблемы в технике. Этот урок мы в основном посвятим работе рук при замахе и подходе к мячу, а также и к согласованной работе с ногами. Здесь пойдет речь до того момента, когда ракетка начнет свое ударное движение. Само ударное движение – тема следующего урока. Основная трудность в том, что научившись удерживать мяч в игре, игрок, как правило, не умеет ускорять темп. Чтобы ускорить темп, необходимо подойти к мячу. Но для начала определимся с терминами. В нашем уроке будут использованы специальные термины, обозначающие положение кисти на замахе, положение вашей стопы на замахе, движение локтей от себя. Николай Давиденко использует разную технику работы ног при подходе к мячу. Я расскажу вам его основные способы работы ног. Большим пальцем левой ноги Николай разворачивает таз и ставит правую ногу в сторону, делая первый шаг к мячу. Середина правой стопы обозначает направление будущего удара. Мария Шарапова использует время на корте максимально рационально. И это мы видим при ее замахе. При движении в правый угол Мария левой ногой и левым плечом начинает движение к боковой линии. Да, у Хааса, Федерера и многих других левая рука, разгружая правую, помогает повернуть еще и плечи. Но есть игроки, делающие замах по-другому. Это Селена Вильямс, Эрнест Губис. Все, что мы говорили до этого, касалось теории, которая необходима. Мы показали подход к мячу, работу правой и левой руки при замахе. Причем все это было сделано на примере лучших. Мы, а точнее Александр Крундышев, покажет и объяснит несколько упражнений. Эти упражнения состоят из двух блоков или серии. Первый на технику замаха, а точнее на синхронность работы правой и левой руки при замахе. Они помогают включить левую руку. Второй блок – это специальные упражнения на мобильность. Для того, чтобы правильные движения стали вашими, вам необходимо пройти путь специальных упражнений. Через них ваше тело поймет, переварит и примет те навыки, которые пригодятся вам в игре. Вам понадобится резиновый бинт, один конец которого нужно закрепить на руке. Подошел к концу урока «Подходе к мячу при ударе справа». Основная задача – показать и рассказать о движении на примере лучших. Мы не просто рассказываем о движении стоевой сетки и объясняем на пальцах тот или иной удар. Каждое наше слово подтверждено визуальным примером игроков топ-уровня, хотя это технически сложно сделать. Лет 20 назад о подобной информации я и мечтать не мог. Ее не было. Будем считать, что она сейчас начинает появляться. Субтитры создавал DimaTorzok